Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала! Рад вас приветствовать у себя в гостях! Сегодня мы опробовали кондуктор собственного изобретения, можно сказать. Сами придумали, разработали и опробовали его на этом шикарном заборе. Штакетник деревянный, обработан. После этого саморезы будут закрыты накладкой. Это еще будет окрашено тремя слоями тропинки. Но речь о кондукторе, который нас сегодня выручил как никогда. Кондуктор универсальный и подойдет для обшивки как левроштакетником забора, как деревянным штакетником, так и профильным листом. Да безобразие прост, но самое главное, чтобы нижняя лага была строго горизонтальна. Вот мы закончили ряд. Сейчас покажу, как он разбирается. Просто отщелкиваем с одной стороны. С другой стороны. Зазор между штакетником 5 мм. Использовал пластины для кондуктора 4 мм. То есть нам легко его можно снять. Устройство кондуктора. Пластина. Значит, пластина, не важно какая, главное расстояние. Расстояние от низа нижней лаги до низа штакетника расчетное 5 см. То есть мы лагу варили с расчетом, что у нас доска будет ниже на 5 см. Соответственно, у нас от нижней лаги до низа, куда будет упираться труба, вот это расстояние, вот это расстояние от низа до верха этой трубы, которая является опорой штакетника или профлиста, 5 см. Повторюсь, нижняя лага должна быть строго по струночке, строго в горизонте. Как это все дальше работает? Устанавливаем. Вот, до безобразия просто. Это расстояние сажается на лагу свободно, с небольшим зазором, но с некоторым люфтом, но это не страшно. Вставляем в щель, опускаем. Здесь, после того, как вставили, трубу вставляем в уровень до упора. А здесь стягиваем струбцины. Вставили, трубу подложили. Зафиксировали одну сторону струбциной. Установили с другой стороны. Прижали, все плотненько. И зафиксировали. Гнаться за длиной, за длиной вот этого кондуктора. То есть, чем длиннейший кондуктор, тем больше провисания. Эта труба у нас 40 на 20, стеночка 3. Для того, чтобы было минимальное прогибание, провисание после нагрузки. На этот кондуктор можно опереть деревянный штакетник, можно евро-штакетник, можно профлист. Задать ему ровный горизонт. А как мы изготавливали этот кондуктор, я сниму попозже ролик. Размеры по факту. То есть, у кого какие размеры лаг, какое расстояние от низа лаги до низа обшивки декоративной. Отсюда зависит вот этот кондуктор. Небольшая оговорка. То есть, при обшивке профлистом, мы в профлисте нет ущелья. Мы вставить вот так кондуктор не сможем. Соответственно, нужно сделать кондуктор, чтобы он расположился вот таким образом. И вот это расстояние вставлялось с обратной стороны в волну. То есть, мы вставляем с этой стороны. У нас лист волна огибает его. А эта, вот эта часть, должна быть вынесена под трубу, фиксировать трубу. Но этот выступ был меньше хода. То есть, чтобы нам ход позволял впоследствии снять кондуктор. Как работает кондуктор? Вставляем один кронштейн в щелку. Изнутри подводим трубу. Фиксируем. Надеваем кронштейн на трубу. Трубу с внутренней стороны завода. Зафиксировали. И нижняя труба является направляющей. Теперь устанавливаем штакетином. Выставляем зазор. Кликнем саморезанный. Все. Кому понравился ролик, ставим лайк. Подписываемся на канал. До новых встреч. Всего хорошего. Готово? Готово? Идет запись.